С чего я начала? С того, что первый мой эфир по гомеопатии был такой достаточно вводный, где я просто с вами делилась своими впечатлениями от начала обучения, теми мыслями, которые меня посещали как натуропата, которому пришлось столкнуться с рядом очевидных необходимостей, пересмотреть то, как я практикую, то, как я работаю с людьми. И это всегда очень классно, когда наступает такой момент для перезагрузки в хорошем смысле, и когда ты ставишь под вопросы какие-то вещи, которые для тебя уже стали нормальной, естественной практикой, но потом в какой-то момент ты понимаешь, что можно иначе, и нужно иначе, и это будет во благо. Вот этот первый эфир у меня выложен и в профиле, и на YouTube, а сегодня я буду говорить про первые, одни из первых мои практические кейсы формальные, не те, которые я беру сама по себе, а те, которые я взяла под гидой института своего. То есть эти кейсы мониторились нашими преподавателями, и, собственно, как бы вместе с ними я всю эту эпопею с этими конкретными двумя пациентами проходила. Причем я как-то спонтанно решила выбрать именно эти два кейса, но, как выясняется, как всегда, случайность или не случайность, и уже когда я села их делать ревизию, потому что это уже было какое-то время назад, я поняла, что они тоже не случайно подобрались именно вот так для одного эфира, поскольку в них есть один достаточно общий литмотив. Те, кто вообще сегодня на эфире впервые слышит про то, что такое гомеопатия, возможно, вам будет немножко сложно или непонятно воспринимать то, что я буду говорить, поэтому, наверное, он больше для тех, кто как-то что-то себе уже представляет, хотя, впрочем, я думаю, что смотреть можно всем вопрос, насколько у человека есть просто интерес и любопытство к тому, чтобы вникнуть в что-то новое. Вот и день рождения, с днём рождения. Два кейса – девушка и относительно молодой человек. Первая – ко мне пришла девушка, я про этот кейс вам писала в декабре, когда я ехала в клинику, и как раз была сториз о том, что вот, ура-ура, сегодня у нас будет первый кейс, я очень счастлива и волнуюсь, потому что это будет мой формальный первый пациент, у меня как гомеопата. Как это всё развивалось? Пришла девушка, возраст которой на момент начала консультации я не знала, только в процессе, когда я выдала ей бумаги, она начала заполнять анкету, и мы разговорились, я поняла, что девушке, в общем-то, всего 21 год. Почему я акцентирую на этом внимание, вы поймите чуть позже. Девушке 21 год, первое впечатление от человека у меня было, что человек очень сильно подавлен, психологически закрыт, находится в такой достаточно хронической стадии, некого депрессивного такого тона, и, в общем, такой налёт уныния, он считался как бы во всём, и в мимике, и в виске жестов, и в том, как человек разговаривал, в том, как она изначально открывалась в разговоре. Девушка-испанка, которая относительно недавно живёт в Лондоне, и свой рассказ она начала с того, что... То есть как бы первый человек приходит, с чем вы пришли, что вы хотите, с чем вам помогли бы. Она начинает мне рассказывать о том, что у неё какое-то время назад сформировалась очень болезненная конусообразная бородавка на стопе ноги, и что вот это её очень мучает, и она хочет от этого избавиться. То есть первая задача, которую человек должен выполнить на приёме, он обрисовывает конкретику того, с чем он пришёл для помощи. Что, как мы увидим дальше, совершенно не обязательно будет являться тем, с чем вы, как специалист, будете работать. По факту, на моём опыте, хоть он и не очень большой, но тем не менее сейчас выходит, что по большому счёту работаем мы всегда с чем-то другим, а не с тем, с чем приходит человек. Но, впрочем, этот принцип, он достаточно универсален, и в натуропатии применяется, и, так сказать, используется таким же образом примерно. И вот я начинаю её расспрашивать и прошу её рассказать немножко подробнее о том, что же всё-таки за история с этим образованием на стопе, когда оно возникло. Я прошу её показать это образование на стопе. Девушка на тот момент, это был декабрь, было холодно, но она была одета в несколько пар достаточно плотных носков, потому что ей просто на тот момент было больно ходить уже, просто больно двигаться. Достаточно такое обширное образование, но она пробовала травами каким-то образом топически это дело немножко погасить, что, кстати, сделаю здесь сразу ремарку. Всё, что касается гербалистики, ну, собственно, как и натуропатии в том числе, есть очень тонкая грань между тем, когда мы делаем что-то для того, чтобы помочь процессам случиться, и когда мы делаем что-то очень натуральными способами, можно отнести к альтернативной медицине, без таблеток, фарма не участвует, но тем не менее вот эти вещи могут являться подавлениями симптомов, что по факту приводит нас в точку ноль обратно, потому что мы не помогаем себе в этих процессах, мы их просто заглушаем. И вот когда она мне рассказала, что она долго упорно пыталась какими-то компрессами избавиться от этого образования, я сказала, что впредь ей больше так делать не нужно, потому что даже с учетом того, что она немножко начала подсыхать и как бы вроде замедлился ее рост, суть от этого не изменилась, само образование никуда не делось, а вот симптомы, подавляемые внутрь, они впоследствии выпрыгивают в весьма, так сказать, неприглядных форматах в других местах, чего мы не хотим. И постепенно мы начинаем беседу о том, собственно, что предшествовало тому, что, казалось бы, вот какая-то очень конкретная, точечная вещь, да, вот где-то на теле, что-то там на кожном покрове образовалось, и вот оно в итоге вызывает большой дискомфорт, просто хотя бы потому, что оно находится в месте, на которое человек опирается в ежедневном своем эмоционе, и это мешает ей полноценно работать, жить, и более того, девушка танцует, то есть девушка занимается, помимо своей учебы и работы, она занимается профессионально, там, любого профессионально танцами, и ее это стало подбивать эскалипт, потому что она фактически перестала этим заниматься, ввиду того, что это слишком болезненные ощущения. И это, естественно, дополнило к спектру всех ее депрессивных состояний и умений, потому что это была ее отдушина, и теперь она не может этого делать. Окей, и мы начинаем с ней беседовать, и она рассказывает мне следующую историю, что незадолго до того, как это все у нее начало развиваться и прогрессировать, она испытала сильный стресс, потому что она сдавала сессию экзаменационную в институте, и было все очень тяжело и сложно, потому что все это омрачалось, она как бы вскользь упоминает, что это омрачалось семейными передрягами, и, в общем, она была на большом стрессе, и поэтому перенесла всю эту сессию очень плохо, и вот когда сессия закончилась, через буквально пару недель начался процесс формирования вот этой конусообразной породавки у нее на стопе. Она очень так casual упоминает о том, что были какие-то передряги, и делает основной акцент на том, что вот она перенесла большой стресс в период экзамена. Но все дело в том, что период экзаменов, он, конечно, для всех обычно стрессовый, но чисто теоретически он не может привести человека в такое состояние депрессии и умения. И даже невозможность танцевать тоже не может привести человека, как бы он не любил танец, в такое состояние само по себе, должно быть что-то еще. Мы продолжаем с ней беседовать, я потихонечку разматываю вот этот клубочек, все-таки стараюсь ее перенаправить в степь рассказа о том, что же было до этого, и что же такие за семейные передряги добавились к ее уровню стресса на момент сессии. И тут начинает происходить самое интересное, потому что она с такой как бы немножечко паузой в том, рассказывать или не рассказывать, она начинает идти в то, чтобы рассказать подробнее о своем эмоциональном опыте последнего года, и тут же у человека начинает выходить эмоции, она начинает плакать, мне приходится ее успокаивать, потому что у человека очень сильно глубоко, а может быть и не так глубоко, как оказалось, сидят очень сильные эмоции, с которыми она явно совершенно не умеет, пока не нашла способ, как справляться. Или просто их слишком много, и это перещелкнуло определенный рубеж. После того, как она успокаивается, она рассказывает мне историю о том, что у нее есть младший братик, которому 7 лет, и что этот братик в какой-то момент был изъят из семьи службы опеки. Вот здесь, в Лондоне, семья испанцев, случилось нечто, в эти подробности мы уже не стали снять, случилось нечто, и этого ребенка забирают у мамы, маме запрещают видеться с ребенком, и он попадает в всю эту систему детдомовско-опечную. Она, как старшая сестра, с которой у них достаточно большой разрыв, но она его очень любит и, естественно, начинает делать все возможное для того, чтобы оформить опеку над этим младшим братом на себя. Это все полтора года до того, как начинается тема с бородавкой, просто чтобы вы понимали вообще, где, откуда, иногда как нарастут ноги. Она начинает, значит, подавать документы, оформлять ей приходится выйти на вторую работу для того, чтобы показать достаточный доход. Она работает, значит, получается, уже на двух работах, она учится, она находится в новом для себя городе, в новой стране, и она занимается вот этим оформительством. При этом все это происходит на фоне того, что в семье есть мама, которая лишена ребенка, у которой свои психологические проблемы, которую нужно поддерживать, тянуть и прочее. В итоге она получает разрешение у опеки на то, чтобы взять своего брата к себе. Она его берет к себе, и он начинает с ней жить в ее пространстве, где она ходит на две работы, на учебу, содержит его, полностью берет за него ответственность. Напоминаю, в начале эфира я сказала, что ей 21 год. Вот поэтому я сочла важным это упомянуть, потому что 21 год. Ребенку, по факту, который проходит вот такие вот ипостаси для того, чтобы стать опекуном для другого ребенка, она начинает мониторить его школу, то есть он ходит в школу, все прекрасно. Но в какой-то момент она допускает до него маму, она разрешает маме увидеться с сыном, и эти встречи происходят периодически. Все бы ничего, но в семье оказывается еще один элемент в виде, насколько я помню, ее тети или кузина, ну, в общем, кто-то из других родственников, которая по своим каким-то одной неизвестным причинам сообщает в опеку о том, что вот происходит нарушение, и что мама видится с ребенком, хотя по заключению там суда или что там у них происходило, этого происходить не должно было. Что происходит? Опека возвращается, забирает ребенка теперь уже у этой девушки, и заново опускает его в систему детдомовско-опечную, только теперь еще и ей разрешено видеться с ним буквально два раза в месяц, и, в общем, все остались при своих. Вот такая вот история. И на момент, когда мы с ней встречаемся, да, у нее только что прошла сессия, да, эта сессия была очень эмоционально тяжелой, да, эта сессия была энергоназотратной в плане обучения, но вот исходя из того, что я сейчас рассказала, можно понять, что, в общем-то, проблема не в сессии. Жуть какая, да, ну, это не жуть, это вот жизнь, она бывает разная, бывают разные ее периоды, что я в итоге по факту на момент завершения с ней беседы, она мне все это рассказывает, как бы мы с ней обсуждаем какие-то еще другие там у нее проявления, есть масса других проявлений, как бы мышечные какие-то периодические спазмы и боли плавающего характера, есть как бы состояние такого а-ля преддиабета немножко, часто вспыхивают какие-то аллергические моменты, тоже ровдомного порядка, который она никак не может объяснить, и врачи тоже не могут объяснить, нарушенный сон, и в целом такая, как бы, естественно, эмоционально абсолютно подавленная тематика, вот, ныне, даже, скорее, депрессии. И вот здесь возникает вопрос. Человек пришел с бородавкой на стопе ноги, и, наверное, многие специалисты, я сейчас даже не говорю про конвенциональную медицину, ну, даже вот гомеопаты, в данном случае возьмут, полистают реперторий, полистают на теремедик и скажут, ну, наверное, это туя, или там что-то из того, что у нас работает с такими вот образованиями на кожном покрове, выпишут это там в каком-то, в какой-то там потенции, на какое-то количество дней, для того, чтобы работать с конкретикой того, с чем пришел человек. Есть такой подход. Окей. Ну, мы вошли другим путем. И я совершенно, абсолютно забыла про ее бородавку на стопе, потому что для меня вся эта картина после ее рассказа сложилась в немножечко другой пазл. Это не про бородавку на стопе, и это не про тую, это не про вот эту линию, как бы, теоретического размышления. Это про то, что человек 21 год взвалил на себя совершенно гипертрофированную ответственность за других людей, за других членов семьи. В принципе, все это время пытается митигировать вот эти вот какие-то раздраи в семье, пытается быть удобным для того, для другого, пытается помирить одного с другим. Полностью жертва с собой, потому что по факту она, уйдя на две работы и занимаясь учебой, совершенно, естественно, лишила себя какой-либо жизни, своих увлечений, тех же танцев и так далее, и так далее. При этом видно, что человек очень чувствительный, очень внимательный к другим, очень такой, как бы, любвеобильный, с большим сердцем. Вот, кто-то пишет, называется речь, я не гомеопат, психосоматика, 13 лет, и вижу скользко. Да. Что в итоге я предлагаю ей сделать? Особенно если учесть, что мы немножко потом поковырялись, она мне рассказала про своих родственников, и то, как они, кто у них там есть за такие активные персонажи, выделяющиеся на общем фоне, становится понятно, что у них есть еще и миазматические какие-то пласты, то есть, что есть некие вещи, которые идут в семье просто как, как бэкграунд такой, на основе которого люди развиваются, что не значит, что это там какая-то постоянная конституция, но есть влияние каких-то родовых, семейных вещей. Натриум не подходит здесь, к сожалению, потому что это очень точечный момент, был бы, если бы я прописала ей натриум. И в итоге я прописываю ей карсиносин, то есть я прописываю ей препарат, который сделан на основе тканей раковой опухоли грудной железы. Кто не знает, что как карсиносин, это вот она. Почему? Потому что это про сердобойных людей, взваливающих на себя повышенную ответственность, жертвующих собой в угоду всем, пытающихся решить чужие проблемы за счет себя и в целом приводящих себя в итоге к вот такому состоянию. Это если сжато и коротко о том, для чего может пригодиться карсиносин. Я даю ей достаточно высокую потенцию, я даю ей сразу 1М, принимать 3 недели раз в неделю, и с этим она уходит. И следующий фоллоуап у нас был с ней через полтора, нет, полтора месяца, почти два. В кабинет ко мне заходит совершенно другой человек. Девушка улыбается, у нее свет в глазах, она чисто внешне даже поменялась, потому что у нее появился румянец. И первое, что она мне говорит, Катя, я танцую, я опять танцую. Она танцует, несмотря на то, что ее бородавка на стопе не прошла за это время, потому что физиологические вещи требуют достаточно долгого периода для того, чтобы разрешиться, но в ней пропала боль. То есть она есть, но она не болит, соответственно, она не мешает ей ходить, ей не нужно больше одевать кучу носков, чулков, и она танцует. И в целом все, что она мне рассказала на первом фоллоуап, означало, что препарат выбран правильно. Да, первую неделю она рыдала, из нее выходило все то, что было очень глубоко запечатано ввиду ее характера и того, что все люди, кажется, в принципе стараются подавить себе какие-то персональные вещи и быть максимально перфекционистски, классными для всех и для всего. Через неделю, проплакав все это, она перестает постепенно это делать и начинает задумываться о том, от чего, собственно, я хочу. И она начинает по-другому смотреть на ситуацию с братом, она подает документы уже вместе со своей тетей на то, чтобы совместно иметь какое-то опекунство, начинает относиться к этому более взвешенно, начинает понимать, что ей нужно думать о себе, что ей, в общем-то, в принципе, пора задуматься не просто о своем здоровье, о своей жизни глобально, и даже начинает встречаться с человеком. То есть она соглашается увидеть кого-то в своем пространстве, кто может быть ей потенциально интересен, соответственно, идет в то, чтобы начинать строить какие-то отношения, то есть опять же делать что-то для себя. После чего она мне заявляет, что все, теперь я ее буду, семейный гомеопат навсегда и вообще forever, потому что те изменения, которые произошли с ней за полтора месяца за счет 3 приема к арсеносным 1М, сильно поменяли ей жизнь. И дальше у нас был с ней второй фолл. В этот фоллоуап я даю ей еще одну дозу 1М, всего лишь одну, она с ней уходит, и еще через 2 месяца мы с ней встречаемся. То есть этот человек на совершенно другом уровне своего сознания, который полностью иначе уже воспринимает жизнь вокруг себя и строит эту жизнь совершенно иначе. Вот одна история. Теперь, я тоже хочу Кате на лечение, мы дойдем и до этого периода, я уверена. Да, ну то есть небольшой такой как бы итогой я здесь могу подвести о том, что совершенно не всегда, а точнее чаще нет, чем да, люди, приходящие с какой-то конкретикой, диагнозами или какой-то жалобой, нуждаются в препаратах, которые будут работать конкретно с этим условным диагнозом или жалобой. Как правило, нет. Если ты в целом способен услышать человека и подумать немножко более комплексно, а не просто пойти в материю медика и найти, что вот это соответствует тому-то, или сделать репертуризацию, понять, что вот такой-то набор симптомов соответствует тому-то. По такому-то набору симптомов там прекрасно подходила Туя, но Туя, скорее всего, что-то сделала бы для этой бородавки, но никаким образом не смогла бы развернуть ее в нужном направлении, вот просто конституционно. Препарат называется корсиносином, это препарат, сделанный на основе ткани раковой опухоли грудной железы. Вот, это был кейс один. Кейс два, как ни странно, тоже был немножко про подавление, но иначе. Пришел молодой человек, немного старше этой девушки, в данном случае ему было 32 года. Этот молодой человек изначально показался мне, как бы, вот знаете, человек, который не может найти себе места. Он пришел, что-то долго вот так вот крутился, размещал свои вещи, просил зарядить компьютер, что-то там делал. И вот он какой-то весь такой был, вот как на шарнирах изначально, при том, что старался выглядеть максимально собрано, и, значит, типа, вот я пришел, такой весь деловой. Но было очевидно, что у человека есть какое-то вот это внутреннее вихреобразное состояние, которое проявляется его внешне. Первое, наверное, минут 40, к нашему общению, мне вообще было очень сложно понять, с какой конкретной жалобой он пришел. У меня сложилось впечатление, что он просто пришел поговорить, что тоже бывает, но в данном случае он пришел как бы в институт гомеопатии, да, то есть пришел к студенту, он не нашел какого-то профессионального геопатану, он шел к студенту, понимая и подписывая бумагу о том, что он идет на как бы студенческий кейс. То есть, ну, такая своеобразная ситуация, пыталась понять, что же, собственно, ему конкретно нужно. Основное, на что он делал упор, это то, что у него есть проблемы с некими, которые он очень долго сложно объяснял, проблемы с пищеварением, в том смысле, что у него есть некие боли в желудке после приема пищи, какого рода боли, непонятно, до конца не смогли разобраться, что тоже является симптомом, когда ты разговариваешь с людьми, если люди, вот, как бы ты их ни крутил и ни вертел, как кубик Рубика, и не просил, и не выводил на какие-то определения, а человек вот, ну, никак не может, вот, как-то сконцентрироваться, централизованно ответить на какие-то вопросы, это тоже часть определенных препаратов. Но самое главное, это то, что он подчеркивал, что ему очень сложно социализироваться, потому что он не может есть при людях. То есть, вот, человек изначально пришел с тем, что у меня болит желудок после еды, там, вот, как-то меня это беспокоит, что-то с этим надо сделать, но по факту после разговора стало очевидно, что ему гораздо важнее и гораздо больше его беспокоит тот факт, что он при выходе куда-то с друзьями или с недрузьями, или с людьми, с которыми только познакомился, его смущает есть при людях. То есть, вот, его это триггерит, ему становится психологически дурно, и у него внутри начинаются какие-то такие ураганные состояния. Я не зря говорю, вот, уже два раза упомянула слово «вихрь и ураган», потому что по факту через определенное время разговора с ним становится понятно, что у него есть такая задача внутренняя внешне производить очень собранный, спокойное впечатление, очень такое, как бы, нейтральное, сбалансированное, очень гармоничное, при том, что внутри происходит какой-то тотальный коллапс. И когда я поняла, что речь идет об этом, мы начали немножечко уходить, я начала его, как бы, уводить в то, что, окей, там, вот, расскажите мне, там, про раньше, а про молодость, а про детство, а про травмы, а про вот, как бы, какие-то такие вещи в далеком-далеком прошлом. И в итоге, там, не мытьем-то катанем, очень сложно у меня настроился разговор с этим парнем, потому что, ну, ему сложно было об этом говорить, но потихонечку, по кусочкам у меня начала складываться картинка о том, что в детстве происходили некие события между родителями, которые заставляли этого мальчика, для того, чтобы поддерживать обстановку без ссор, ему нужно было вести себя определенным образом делать какие-то от себя эти выдвижения, что ребенок, там, 3-4 года, для того, чтобы своим, вот, идеальным поведением или каким-то, там, какими-то действиями, какими-то выборами обеспечивать спокойствие мамы, чтобы не происходило каких-то конфликтных ситуаций, как он это для себя воспринимал, что таким образом он минимизирует конфликтные ситуации для мамы. И в целом дальше разговор пошел в ключе того, что он вообще очень плохо переносит конфликты, ему очень тяжело видеть, когда вот кто-то ругается или если есть какая-то агрессия, проявления какие-то вот такого рода, он этого всего не выносит, поэтому человек готов на все для того, чтобы это полностью как бы вот сгладить, загладить, куда-то там закрыть и выбросить ключик. В целом, потом мы разговаривали о его карьере, где он тоже неоднократно вспомнил о том, что ему часто приходится делать вид, что он с чем-то соглашается со своим начальством просто для того, чтобы подавлять в себе какие-то там возмущения, несогласия, которые достаточно ярко в нем зарождаются, но он очень боится своих эмоций, потому что он очень взрывной на самом деле, и ему приходится прикладывать достаточно много сил для того, чтобы это как-то купировать. Здесь сделаю вставочку. Человек пришел с болью в желудке, которую толком не может объяснить, и с тем, что его триггерят, что у него психологически есть блок на то, чтобы есть перед людьми. Мы могли пойти в реперторию и начать смотреть вот эти вещи, что же они значат и что для них конкретно подходит. Но мы опять не пошли туда, и мы начали смотреть все. И вот смотря это все, у меня вырисовывается картинка человека, который очень чувствительный, гиперчувствительный вообще ко всему, но самым главным его смыслом является блюсти вот эту внешнюю картинку и не допускать каких-то выходов эмоций, а в частности агрессии наружу, хотя доведенный до определенного состояния, он уходит в абсолютно обратное поле, и начинает как раз-таки вот громить, крушить, там, я не знаю, ломать, и тогда это выходит уже по полной программе. В общем, закругляя с ним консультацию, я еще раз вернула его на физику и спросила, ну все-таки, если бы нужно вам было бы описать все-таки какой-то один симптом или одну какую-то жалобу по вашему состоянию чисто физиологическому, что бы это было? После нашей беседы он развел руками и сказал, вы знаете, я не знаю точно, ну вот что-то там с желудком, ну я вообще не уверена, но дайте мне что-нибудь. И в итоге я решаю дать ему препарат, который сделан из растительного мира на основе, есть такая трава высокая, называется дельфиниум. Эта трава, препарат, сделанный на основе этой травы, называется стафисагри. Стафисагри – это вот как раз про подавление агрессии, про делание вид, про все должно быть максимально гладко и аккуратно, чтобы нигде ничего, никаким образом не вылезли никакие уши. И, кстати, был еще один момент, о котором он мне рассказывал, это, что при всем том, что ему достаточно проблемно уходить в какую-то полноценную социализацию, у него достаточно бурная, так сказать, жизнь сексуального плана, очень бурной фантазии, и он постоянно находится в этом состоянии, в этой энергии, ему постоянно хочется какого-то физического контакта с людьми, которых он знает, с людьми, которых он не знает. И вот это тоже, в общем-то, достаточно долго было обсуждаемо на консультации. Это тоже часть того, как себя ощущает стафисагри. Может ощущать. В итоге я даю ему стафисагри, опять же, в разведении 1М, потому что здесь очевидно, что это не про физиологию и даже не про эмоции, а просто какое-то более глубинное состояние человека. стафисагрия называется этот препарат гомеопатий. И с этим 1М он, причем я ему даю, сейчас вот, чтобы не соврать, по-моему, тоже я ему даю три дозы по 1М раз в неделю. И он с ним благополучно уходит для того, чтобы прийти на фоллоуап через, опять же, 2 месяца. Придя через 2 месяца, этот человек вцепился в меня и сказал, что я не знаю, что вы мне дали, но дайте мне этого еще, потому что я теперь могу есть с друзьями. Я могу выходить с ними, и я не начинаю запариваться на тему того, что вот я сейчас съем кусок, и мне будет неудобно, мне будет некомфортно, и как-то, в общем, у меня начнется какая-то предпаника там и так далее. Я говорю, это прекрасно, это отлично, но что у вас с желудком? С каким желудком? Я говорю, у вас, вы ко мне пришли с тем, что у вас болел желудок, или как-то он там странно себя ощущал, что же у вас происходит с желудком? Ой, нет, у меня все нормально с желудком. Я говорю, так, ну хорошо, а какие-то другие вот вещи, которые вы называли? Не, я типа не помню про него вообще. То есть это вот, это очень интересный тот же момент, когда люди приходят на фоллоуап, и ты их спрашиваешь там, что изменилось? Они говорят, ну там вот одна вещь изменилась, все остальное осталось так же. И ты говоришь, окей. И потом начинаешь по списку спрашивать, по своим ноутс, которые записаны, все они говорят там, а вот это? И они говорят, а, ну это тоже. А вот здесь? А, ну этого больше нет. И в итоге выясняется, что в целом он вообще забыл про эти все вещи, потому что основной его фокус ушел на то, что он теперь может активно общаться с людьми, ходить на свидания с девушками, и в целом чувствует себя как бы менее нестабильно, его перестало так шатать. Но по большому счету у него не осталось ничего из того перечня, то есть буквально вот один курс такой, очень непродолжительный стафисагри ему помог немножко выровняться, и больше ему ничего не было, но он очень хотел продолжать препарат принимать дальше, что ему не нужно, потому что на самом деле в 1М, как бы в 1М препараты работают долго, то есть их можно дать там одну дозу, и он будет работать несколько месяцев, это нет необходимости, это постоянно как-то усиливать или подпитывать. Наоборот, это будет мешать. Но опять же, вот бывают такие кейсы, когда людям очень надо, и ты понимаешь, что психологически им важно. Кстати, у пожилых людей это часто бывает, которые привыкли принимать препараты постоянно, им важно, что они вот что-то каждый день кладут себе в рот. Для этих целей есть плацебо, о котором ты, естественно, ему не говоришь, ты ему говоришь, вот тебе новая доза, иди пей ее опять 3 раза, там раз в неделю, и придешь через 2 месяца. Я ему дала пустышку, у него не было препарата в этом, ему он не был больше нужен, было видно, что он идет как бы по нормальной динамике, и препарат продолжает работать еще, то есть видно, что еще есть какие-то там хвостики, которые почистятся. И в итоге он приходит через там еще полтора месяца со словами, ну вообще, вот в этот раз вообще классно. Я сижу на него, смотрю и киваю, потому что он все эти 2 месяца пропил пустышку, но для него это вот что-то, что просто вообще там фантастически сработало. И здесь я подчеркну, это не значит, что гомеопатия это плацебо, абсолютно нет, и это доказано клинически, что это не плацебо. Но в данном случае просто тех 3 доз, принятых изначально в достаточно большой потенции, ему было достаточно для того, чтобы процессы в организме пошли и продолжали идти, даже после нашего первого фоллота. Но на второй раз уже, как бы, я сказала, что так, мы с препаратом заканчиваем. И в данном случае, кстати, что я сделала, я сказала, ну все-таки давайте вернемся к тому, что вы говорили про свой кишечник на первом нашем митинге. И если вы очень сильно хотите прийти ко мне снова, то в данном случае я вас отправлю на достаточно комплексный анализ кала, и вы мне его как бы принесете, точнее не его, а мне пришлют результат, и мы посмотрим вот в этой стезе, что там у вас происходит. Может быть, как-то что-то там еще можно подкрутить и помочь. Он довольный на этом ушел, и после этого мы уже с ним ушли в плоскость биохимии, работали с его микрофлорой. То есть, очень интересные раскрываются какие-то вещи, когда ты подходишь к людям, комплексам, когда ты подходишь к ним целиком. Собственно, я всегда, как я уже говорила, и вы много лет уже наблюдаете за моей работой, я всегда подходила так в своем натуропатическом подходе. Но теперь, имея возможность сделать то же самое с гомеопатией, это как бы очень классное дополнение к моему арсеналу того, как именно комплексно я могу подойти к человеку, почему я несказанно рада. Вот такие вот два интересных кейса я вам хотела рассказать сегодня, как пример того, почему, когда меня спрашивают, Катя, вот я там пошел, я не знаю, прочитал там две книги, и вот я теперь хочу практиковать, или я пошел и сделал какой-то курс, я прошел даже какой-то курс, я его там закончил, получил какой-то там сертификат, вот я теперь практикую. Самое важное, это не просто выучить некую теорию гомиопатии, потому что ее выучить достаточно несложно, ну то есть как бы она там относительно лимитирована. И самое главное, это не выучить наизусть и зазубрить все препараты, потому что, во-первых, это довольно сложно, их там несколько тысяч, более трех тысяч, а во-вторых, потому что это не совсем об этом, это не про то, чтобы потом пойти и по каким-то симптомам в каком-нибудь там еще, знаете, цифровом варианте радара или еще чего-нибудь там забить это все и получить некий результат и действовать сообразно этому. И это не про то, что к тебе пришел человек с бородавкой, и ты моментально бросаешься гомиопатию лечить его бородавку. Это про то, что наше тело, любое из наших тел, как мы уже много раз обсуждали, у нас их несколько, это довольно много, и они все взаимосвязаны, наши тела, они проявляют себя весьма иногда неоднозначным образом, но в связке с вещами, которые лежат в совершенно другой плоскости. И именно подход к оценке и анализу всех этих плоскостей в линии повышает вероятность того, что вы действительно сделаете благо человеку, а не подавите его симптом или уведете ее в какой-нибудь там непонятную степь, когда он будет учиться с неправильным неправильно прописанным препаратом и фактически делать его пругань. Нам хоть плацебо дайте два. Ай, Маша, я к тебе вернусь, поверь. Так, у них какой-то комментарий, комментарий, комментарий. Целый год меня лечит гомеопат от реактивного артрита, безуспешно, я бы перестала верить в гомеопатию, если бы не видела это подработать на моих детях. Почему она не помогла мне? Если не помогает гомеопатия в каком-то конкретном случае, причин может быть несколько. Первое, самое банальное, неправильно подобранный препарат, но, что гораздо сложнее, иногда это не про препарат, а про схему приема препарата. То есть, возможно, это не ваша потенция, и, возможно, это потенция, которая принимается не в правильной схеме приема. То есть, неправильная частота, неправильная регулярность повторения и так далее. Поэтому тут нужно смотреть, сложно сказать, что-то не знаем всего кейса, но нужно смотреть на все, не только на то, какой конкретно препарат ваш гомеопат для вас подобрал. Мне гомеопат антибиотики прописал. Без комментариев. Можно ли снять зависимость от психотропных, навязанных маме много лет назад? Можно, в принципе, помочь организму человека выполнить свои задачи, что приведет его к тому, что какие-то вещи станут для него ненужными. Я, так понимаю, в чате появился Серж. Привет! Лечит ли гомеопатия болезни крови? Вот этот вопрос, он классный, потому что часто мне пишут, Катя, ну вот вы рассказываете про него, а вот лечит ли гомеопатия то-то, а вот лечит ли гомеопатия это? Значит, гомеопатия не лечит болезни, гомеопатия лечит человека. Точнее, она даже его не лечит, она помогает человеку и внутренним ресурсам человека скорректироваться оптимальным образом для того, чтобы справиться с теми задачами, которые перед ним сейчас стоят. Что это означает? Это означает, что гомеопатия уместна в любом случае, при любых диагнозах, с любыми дисбалансами какого угодно рода, психологического, эмоционального, духовного, кстати, и физиологического. Поэтому вопросы, а вот помогает ли гомеопатия с тем-то, они неуместны. Гомеопатия помогает человеку справиться с тем, с чем ему не удавалось справиться до этого посредством каких-то других. Катя, давай из книг «Мир энергии» гомеопатический препарат сделаем. Серж, ты прав. На самом деле, да, это очень смешно, это меня напоминает, как в чате «Мир энергии». Кто там из вас пытался сделать препарат на остове катичи? В общем-то, да, только надо понять, что конкретно, что за, так сказать, собрание состояния этот препарат будет проявлять. Ну, вообще, да, в принципе, препарат можно сделать из чего угодно. Тяжело, когда ты имеешь о себе одно представление, а гомеопат видит себя по-другому. Вы знаете, я вам раскрою маленькую тайну. То, как вас видит гомеопат, менее важно, чем то, как видите вы себя. И в целом, если после какого-то длительного общения гомеопат продолжает настаивать на том, что вы, баран, а вы не баран, то, наверное, это повод задуматься о том, а не баран ли ваш гомеопат. Пардон. Ну, я к тому, что в целом невозможно подобрать правильный препарат для человека, если ты банально не можешь с ним согласиться и прийти к никому общему знаменателю в том, что этот человек из себя являет, чем он живет, что для него важно и так далее, и так далее. Хотя, сделаю ремарку о том, что есть препараты, которые проявляют себя в людях таким образом, что вы просто в корне с ним не согласны в том, что он делает. Такое тоже может быть. Куда копать тему, кого анемия? И еще один блестящий вопрос в тему гомеопатии. Гомеопатия не лечит диагнозы. Понимаете? Вот к гомеопату бесполезно приходить с диагнозом от другого врача с вами у меня то-то. Гомеопат скажет, это мне вообще ни о чем не говорит, что у вас там анемия или что-то еще. Почему? Потому что два человека с одинаковым клиническим диагнозом будут проявлять этот диагноз совершенно по-разному, а значит будут нуждаться в совершенно разных препаратах и схемах приема, несмотря на то, что в картах у них будет написан один и тот же диагноз. Потому что один человек будет проявлять это так, а другой человек так. В данном случае всегда гомеопатия работает с состоянием и с конкретными проявлениями конкретного человека в конкретный момент времени. Бесполезно привязывать это к диагнозу. И наоборот, один и тот же препарат прекрасно сработает для двух разных людей совершенно разными диагнозами. Почему? Потому что у этих двух, казалось бы, разных диагнозов будут абсолютно идентичные проявления и просто будет актуально одно и то же ремеди. Почему у меня так? Сейчас я их как-нибудь разверну. А, во! Я смогла развернуть комментарии. Так, начнем всех видеть в прошлом воплощении там всякие. Ага, ага. Надеетесь. Мне осталось, наверное, не очень много минуточек, минуток 10, наверное, от эфира. Я очень удачно сегодня успела не уйти совсем в глубину и рассказать вам даже полностью два кейса. Теперь я могу ответить на ваши вопросы. Вот готова расцеловать Катю. Целуйте, целуйте. Можно ли аллергию кошек лечить гомеопатией? Можно лечить кошку, да. Оба кейса чистой воды психосоматика. Правильная психотерапевция лечит это без гомеопатии. Да, возможно, но все дело в том, что у проявлений этих людей помимо психосоматических вещей чисто на эмоциональном уровне были физиологические вещи на этом уровне и, скорее всего, были еще и какие-то миазматические вещи. Вот в частности с карсиносовым это однозначно сработало. Поэтому психосоматика, она лежит в основе гомеопатии. В принципе, психосоматика это основа для любого подхода в лечении. Я бы не сказала, что одно исключает другое. Собакина лечили. Собакина мне не приходилось пока мы его лечить, но я ему помогаю периодически гомеопатии. Например, когда я уезжала в Москву на неделю, я знала, что он будет переживать. Я как бы немножко ему помогла и цветами Баха, и определенной гомеопатии для того, чтобы он просто меньше переживал. Как снизить ТТГ? Шикарные вопросы. Видимо, я буду повторять это еще не один год. And that's ok. Я привыкла повторять много и часто. Те, кто со мной давно, знают, что у меня есть такая замечательная черта. Много и часто повторять одно и то же. Когда мне задают вопрос, Катя, как мне исправить какой-то там анализ? Во-первых, вы не являетесь своим анализом. Анализ является лишь картинкой на какой-то момент времени и не репрезентативен для того, чтобы оценить состояние вашего здоровья комплекса. Это пункт номер 1. Второе. Анализы мы не лечим. Это глупо, так делать не надо. Бумажку лечить не надо. Нужно лечить себя. Себя вы лечите самостоятельно, через себя прибегая для этого, возможно, к помощи кого-то, кто может вам подать какой-то нужный инструмент. Это может быть гомеопат, это может быть кинезиолог, это может быть остеопат, это может быть психотерапевт, это может быть натуропат, это может быть кто угодно, кто в конкретный момент нужен именно вам. Как мне снизить ТТГ? Вопрос никуда, потому что, во-первых, а возможно, вам его и не нужно снижать, а во-вторых, может быть, он у вас не такой высокий, а в-третьих, что конкретно означает высокий ТТГ у вас, и что еще у вас происходит с анализами, и как вы в целом себя ощущаете, вот это вот все, это отличный кейс для того же гомеопата или любого другого специалиста в интернет-медицине, но не как мне снизить ТТГ, потому что, а зачем? Когда я расскажу о своем волшебстве? Скоро, очень скоро. Если вы не принимаете, то кого можете посоветовать? Я на данный момент не принимаю, но с сентября начну принимать, а посоветовать, к сожалению, русскоязычного никого не могу, просто потому что не знаю. Вот так. Какой потенции лучше иметь домашнюю аптечку? Домашняя аптечка, набор стандартных препаратов, обычно идет в потенции 30С, и большинство людей считают ошибочно, что это некая такая исключительно физическая тема, только для физики, только для каких-то там вот типа острых состояний, когда ты принимаешь это в очень интенсивной схеме и так далее. Это не совсем так. Почему я в этом просто железобетонно уверена, не просто потому что это где-то написано в книжке, но в ходе обучения мы делали, как группа, мы делали прувень. Мы принимали препараты, которые, то есть в здоровом состоянии мы принимали некие препараты, которые нам давались для того, чтобы мы проявили те вещи, от которых эти препараты призваны помогать. И, естественно, мы не знали, какой препарат нам дается, и мы не знали, у кого препарат, а у кого плацебо, но факт заключается в том, что всю группу шторнило так, что не показалось мало никому. И это был препарат в произведении 30С. К чему я это говорю? Потому что 30С незаслуженно иногда сбрасывается со счетов как слишком низкая потенция. На самом деле она может очень долгоиграюще работать. Тут просто все зависит от многих факторов. Понятно, что можно точно так же выпить и 1М, и ничего вообще не произойдет, что, конечно, вряд ли, но бывает и такое. Но в целом обычно дежурная аптечка дома – это 30С, а дальше, если вы уже знаете какие-то вещи нужные, необходимые именно вам, то вы их специализировано заказываете в 200, а может быть и в 1, а может быть даже и в 10М. 6С, да, но это тогда уже ближе к… начинает идти в такую рубрику Соли Шуслера, и вот такое вот как бы… Я, честно говоря, начинаю в принципе, если работать с домеопатией, работаю с ней начиная от 30С и дальше. Если я была у гомеопата, а она ошиблась с препаратом, у меня был прувинг. Такое возможно. Такое возможно. В данном случае гомеопат для этого очень важно делать follow-up, когда он общается с человеком после того, как тот принял препарат, прописанный, и для того, чтобы установить какие-то вещи типа после начала приема препарата появились ли какие-то новые симптомы. Потому что появление новых симптомов после приема препарата означает, что препарат подобран неверно. Препарат не может вызывать новых симптомов, если он коррелируется с состоянием человека. Он может поднимать проявление симптомов, которые были у человека когда-то давно, но человек всегда вам скажет, да, у меня это было, но это было, когда мне было 10 лет. А вот если это полностью новые симптомы, то этот препарат не ваш. Что я думаю о потенции ЛМ? Потенция ЛМ блестящая вещь, просто шикарная вещь. К сожалению, Ганнемон не успел дописать по ней окончательно свои манускрипты, поэтому там есть как бы такая немножко серая зона того, как гомеопаты сегодня интерпретируют это. Но эта потенция, она очень мягкая и очень хорошо подходит для людей, у которых очень тяжелое состояние, которым с одной стороны нужны очень высокие потенции, но с другой стороны они тяжело бы переживали какие-то, скажем, агровации, то есть которые переживали бы плохо какие-то выходы наружу каких-то вещей, просто потому что у них и так уже ресурс на минимуме, поэтому с одной стороны сильная, с другой стороны мягкая, ЛМ потенция отлично подходит и, кстати, для маленьких деток тоже. Разведение, разведение. Спасибо вам за рекомендацию MDH. Да. Да, если ребенок съел полаптечки за раз, думая, что это конфеты. Просто наблюдайте за ребенком. На самом деле организм удивительная вещь, и, честно говоря, если намешать полаптечки препаратов вместе, ну, скажем так, проявления возможно будут, а возможно и нет, зависит от того, насколько энергетический фон у человека, у ребенка достаточно сильный, чтобы это митигировать. В любом случае, если вы чувствуете, что что-то как-то прям совсем какая-то муть, можно обратиться к таким препаратам, как кофея, которая просто может немножко снять действие других препаратов, если она дается достаточно такой, как бы физической потенции. А вообще лучше всего просто дать этому, прожить свой период, и ничего не случится. Про цветы Баха будет отдельный эфир. Какой кайфовый эфир. Как лечить артрос у молодых. Не знаю, все молодые разные. Нужно разговаривать с конкретным молодым и лечить его конкретный артрос. Ребенку можно дать мято, чтобы антидотировать, или ромашку. Это не работает, ребята. Это все такие, как бы, штуки, которые типа, да, в теории оно прописано где-то, но на самом деле, давайте будем откровенны, ни мята, ни даже кофе, вот в чистом виде, не убивает и не ломает работу гомеопатического препарата. В чем-то, где-то может у кого-то когда-то снизить действие, но я вот уже, опять же повторю, за недолгий достаточно срок практики, там год, да, фактически, я уже вам могу сказать, что это неправда, это не работает. И в том числе, кстати, когда гомеопатой говорят людям, которые к ним приходят, вот человек кофеман, он пьет кофе там литрами в день, а ему говорят, нет, вот я, вот если вы не перестанете пить кофе, то гомеопатия с вами работать не будет. Это не так, потому что, во-первых, этот человек пьет кофе всегда, это часть его конституции, а во-вторых, практика показывает, что гомеопатия работает и в данном случае тоже. Поэтому не особо полагайтесь на какие-то догматические вещи, что вот нет, вот мята или вообще любая другая трава обязательно перебьет гомеопатию. Такая серенькая зона. Гомеопатия творит чудеса. Да, я вам обязательно в следующий эфир соберу еще интересных кейсов и с детками, с детками соберу кейсов, потому что тоже их было уже несколько, будем рассматривать. Ромашка не отменяет действия гомеопатии. Гомеопатия выводит ботокс. Гомеопатия ничего не выводит, гомеопатия занимается исключительно работой с вашим внутренним столбом жизненной энергии. С ботоксом она ничего не делает, если ваш организм начинает выводить из себя ботокс после приема гомеопатии, то это заслуга исключительно вашего организма. Так, чеснок на организм отменяет ли гомеопатии чеснок? Или вы имеете в виду, что чеснок отменяет гомеопатию? Ребят, ну мы не 2D-создание, не комиксы и карикатурки. Мы жутко сложные на самом деле вообще создания на супер многомерном каком-то пространстве, да, матричном, что ну не может там один чеснок отменить комплексный гомеопатический препарат, комплексный я в данном случае имею в виду тот, который подойдет человеку в моменте, и наоборот. Ну не примитизируйте вот всё уж настолько, потому что это будет несправедливо по отношению к вам самим. Мне вот интересно, сколько у меня осталось времени. А, у меня ещё осталось 3 минутки. Что я думаю о чесночной воде? Я думаю, что это опять очередная история, которая в какой-то момент всплыла, и все бросились пить эту чесночную воду. У меня всегда, когда это вот началась, эта мода буквально там, что такое, год назад, что ли, я уже не помню, у какого-то, по-моему, специалиста интегративной медицины, или где-то, короче, в Инстаграм, кто-то это написал, и все пошли пить эту чесночную воду. И тут я опять задаю свой забудный, ужасно занудный вопрос. Но вы же не клоны друг друга. Почему вы начинаете принимать что-то, пусть даже это чесночная вода? Совершенно не задумываясь о том, что каждому из вас в каждый конкретный момент времени нужно что-то своё. Зачем вы конкретно принимаете эту чесночную воду? Возможно, она вам поможет. А возможно, она вам вообще не нужна. Поэтому старайтесь не впадать в какое-то стадное состояние, что если где-то кто-то рассказал про… Вот даже я, например, рассказывала эфир про NADH. Это не значит, что он всем моментально нужен. Это значит, что надо послушать, что вам рассказывают, для чего это хорошо и почему это может быть полезно, а потом проанализировать себя и вообще послушать себя и понять, насколько это нужно в данный момент мне. Может быть, мне стоит это купить и иметь дома, но вот прямо сейчас торопиться надо нету. Можно ли вылечить многолетний ревматоидный артрит гомеопатии? Можно вылечить… Нет, можно помочь человеку вылечиться от, в том числе, ревматоидного артрита с помощью гомеопатии. Что вы скажете про гомеопатии, сделанную из крови пациента? Сложный вопрос, потому что нужно смотреть на прувинг этого препарата. Без прувинга достаточно сложно. А прувинг, как правило, нужно определенное количество людей. Так, ну, в общем, не совсем я согласна с вот этой темой возвращения себе-себя же. Мастер-тоник. Мастер-тоник – это прекрасно. Так, у меня остается одна минута. Одна минута. Ребята, что я вам хочу сказать. У нас в конце этой недели будет большое событие. Пожалуйста, следите за Телеграмом, следите за Инстаграмом, особенно те, кто находится в России, потому что это большое событие будет в первую очередь для вас, ради вас и вообще все для вас. Я вас всех люблю. Спасибо огромное, что вы сегодня пришли, послушали, вдохновились моим дневником вдохновения. Я вижу, что многие люди прям вот там загорелись. Это прекрасно. Что такое гомеопатия? Смотрите мой первый эфир по этой теме. Он давно у меня есть в профиле. Я вам всех люблю. Желаю вам чудесной недели, прекрасного настроения, чтобы у вас все складывалось и до скорых встреч. Пока-пока.